всем привет вы на канале industrial tool меня зовут андрей и сегодня у нас будет видео на очень важную тему как вы видите за моей спиной есть три чемодана с макитой макита у нас кстати давно не было сегодня мы будем разбирать такую тему как как не нарваться на подделку при покупке инструмента макита на marketplace ах да и вообще в любых магазинах тема актуальная на сегодня очень много недобросовестных продавцов китайщина прям завалила наш рынок ладно там есть нормальные китайцы многие производители которые продают товары под своими брендами но есть же такие которые продают прямо откровенный ширпаты ширпотреб и пишут на нем бренд макита что категорически запрещено компания макита борется с такими ребятами но как показывает статистика как это сказать один магазин например они удаляют с marketplace а 10 появляется борьба идет сложная я пока наверное на законодательном уровне что-то не исправят не внесут какой-то закон это будет то же самое что бороться с ветряными мельницами поэтому как сказать берем двойные листочки ручки записываем и погнали первая часть ролика будет теоретическая пока мы не будем трогать все эти коробочки мы сейчас будем как будто вот мы на стадии мы решили купить в интернете берем компьютер сразу скажу лучше это делать чтобы не нарваться телефона сложнее скорее всего будет лучше это делать именно на за компьютером неважно это windows там macbook и так что нам необходимо сделать открываем телеграм-канал неважно там телефон или компьютер телеграм-канал открываем makita official официальный telegram компании макита справа вверху мы здесь видим скрепочка вот такая нажимаем на эту скрепочку и здесь мы видим закрепленные всем файлов закрепленных компании макита это важные файлы где чтобы быстро и найти важную информацию какую-то которую подготовила для нас компания например это гарантия можно скачать вот этот pdf или так посмотреть прямо в телеграме и здесь мы увидим все условия гарантии прочитать получить информацию о гарантии выше смотрим каталоги можно скачать все последние каталоги макитовские выше идет пять отличий df333d как не купить подделку опять же и еще чуть выше есть единый файл дилеры на маркетплейсах здесь makita собрала всех дилеров официальных которые продают свои инструменты не только в россии но там и в казахстане и в беларуси по моему все ссылки на розничные магазины на те у которых есть свой интернет этот интернет магазин или сайт в интернете все ссылочки туда добавлены также добавлены все ссылки на если у этого продавца есть магазин на маркетплейсе на всех маркетплейсах там ссылки добавлены на озон и на валберис и на мегамаркет и короче все которые у нас существуют и яндекс маркет короче нажимаем вот на это слово единый файл переходит на яндекс диск и отсюда либо скачиваем либо открываем прямо здесь ну я предпочитаю скачать потому как мне так более удобно работать с будет с этим файлом и здесь есть внизу видите проверенные продавцы проверенные сайты россия беларусь казахстан на проверенные продавцы я не знаю этот список если честно маловатый поэтому опираться на него для дальнейшего поиска который я сейчас буду рассказывать как делать лучше не стоит можно открыть проверенные сайты все сайты просто собраны одним списком по алфавиту и 333 магазина точнее сайта а лучше вот открыть россия и здесь по городам прямо видно например вот возьмем мой город белгород есть официально два магазина это магазин кувалда и и п затолокин иван александрович это вот где я работал в сервисном центре это магазин искра белгородского полка 65 вход с улицы первомайская и видите здесь нет ни одного сайта где мы они торгуют хотя нужно мне кажется добавить беру инструмент точка ру который еженин потому что они продают на нем вместе так или например давайте найдем сочи вот сочи папа карло возможно не является официальным дилером макита я не знаю ребят либо список здесь не полный либо ну реально ребята ну как не как дилеры продают официальные но при этом папа карло то продает нормальные неподдельные продукты давайте найдем а нет вот на проверенных сайтах есть папа карло туз почему здесь в городе сочи нет магазина короче обращение компании макита я знаю они будут смотреть ролик возможно табличку как-то нужно под редактировать еще но все же до обращаюсь сразу и к маките и представителям магазинов которые официальные дилеры если вас нет вы тоже скачайте эти все таблички кто смотрит мой ролик посмотрите если вы там или нету если вас тут нет обратитесь к ребятам из макиты в telegram напишите чтобы вас сюда добавили потому что многие будут после моего ролика именно по этой табличке стараться покупать и но не не с покупать а по перепроверять чтобы не нарваться на подделку и лучше чтобы как бы все тут были проблема как говорится общее решать ее нужно ни одна макита я так понимаю и сложно будет одно это все решать но если вы хотите торговать нормальными товарами официальными лучше согласовывать это все вместе и вместе бороться с пиратством ладно теперь берем открываем к примеру примеру тот же образно там озон так я тут питовский триммер искал набираем makita hr 2470 вот хотим и купить перфоратор 2470 выпадает тут сразу ты смотришь чтобы ухты 5000 рублей наверное возьму какая удача я скуплю офигенный перфоратор смотрим отзывы что в отзывах написано не оригинал вот тут сразу видите не оригинал мы проходим мимо можно кстати выбрать у здесь оригинальный товар но даже эта кнопочка не всегда спасает вот какой оригинал за 4200 не может же такого быть заходим в отзывы отработал перфоратор один месяц инструмент рабочий можно брать все нормально все работает тут даже по наклейке видно что это не оригинал но вдруг вы не понимаете да по наклейке вы таки думаете ну вроде и отзывы пишут хорошие хочу брать буду брать вот не стоит этого делать пока не проверить и продавца не надо смотреть не на наклейки не как это выглядит ничего просто по продавцу как это сделать на любом маркетплейсе есть информация о продавце также здесь вот она продавец платинум и есть информация можно так посмотреть и п самохин и нн можно так скопировать там уже даже просто самохин идем в эту нашу табличку по россии нажимаем поиск самохин ищем никого не нашел беларуси нету таких в казахстане нету таких на проверенных продавцах нет таких можно также поискать по вот этому огры н копируем вставляем ну и в каждой табличке она здесь не будет вот здесь в россии проверяем нет то есть продавца нет среди официальных дилеров поэтому сразу его отсеиваем и даже не покупаем у него вообще ничего потому как сто процентов здесь будет подделка нет ну не сто процентов может быть человек и может продать вам откуда-то он взял и настоящий но шанс что он будет настоящий 0 1 процента поэтому магазин отсеиваем возвращаемся назад давайте посмотрим такую приближенную цену к реальности так сказать будем смотреть вот этого 12 600 вроде бы осталось мало вроде бы как бы может даже оригинал стривер магазин какой-то стривер скачаем у грн скопируем нету тоже нету опять же в табличке мол могут бы присутствовать не все магазины может этот магазин появился недавно поэтому если вас тут нету если вы продавец советую все таки советую обратиться в компании makita вот в этом магазина нет но все же давайте это самое по фотографиям посмотрим и по отзывам 5 отзывов отзывы три отзыва и один вопрос отзывы без так перфоратор оригинала или время мы останавливаем продажи на площадке за столь поздний ответ наша компания является официальным торговым партнером производителя makita продаем только оригинальную продукцию гарантии вид видите они вроде бы официальную продают но если честно стремновато брать давайте вот на это зайдем за 14000 приоритет м магазин приоритет м здесь у грн нет но есть название давайте название екатеринбург поищем о магазин есть вот екатеринбург карьерная сайт есть и вот на зоне даже ссылка можно пройти по ссылке ой блин я не туда извиняюсь еще раз приоритет ли ставим право вот этот сайт и вот приоритет м магазине набираем hr 2470 и да вот он этот перфоратор за 4370 см смело покупаем и к нам придет оригинал я конечно понимаю всем хочется перфоратор за 5000 а не за 15 но ищите но совет такой любую покупку перед тем как что-то купить всегда перепроверяйте то же самое и на вал бересе либо просто откройте табличку саму табличку и вот они все магазины на авито на яндексе вот мегамаркет тоже приоритет м вот на строительный инструмент здесь вот 16 800 возвратится 4 200 как бы да поиск усложняется таким способом конечно сложно найти какие-то скидки или дешевые цены это придется потратить время полазить поискать но кстати если вы конкретно хотите какую-то модель не так уж и сложно пройти по всем этим ссылкам там не так много магазинов и найти самую дешевую цену и у них ее и купить этот инструмент поэтому ребята пользуйтесь ну а теперь мы переходим ко второй части нашего ролика да ребят ссылку на эту табличку я оставлю в описании к этому ролику и давайте переходим уже конкретно к продукции например момент когда мы уже заказали товар он пришел на marketplace и вы пришли его забирать и вы такие приходите и у вас какой то один из этих чемоданов и вы такие смотрите на него и думаете оригинал это не оригинал буду я забирать не буду сразу скажу вот есть три три чемодана посередине из которых один чемодан идет в макпаке сразу скажу перфоратор makita hr 2470 никогда не продавался в макпаке и не знаю скорее всего и не будет продаваться макпаке поэтому эта версия сто процентов не оригинал более того если мы посмотрим на сам макпак он во первых самым пластиком от оригинала отличается макпаки оригинальные они из другого пластика плюс ну вы видите вот бук буква м уже вот с этой стороны там вываливаются то есть их ее можно вытащить пластик здесь очень похож знаете на что на чемоданы от серого производителя которые красненькие с красными крышками идут как бы я не могу сказать он точно такой же он не такой же но похож сказать что этот чемодан прям плохой я сказать не могу да у него вот здесь есть такие места видите вот проваливается палец можно засунуть но кейс он и в африке кейс кейс прикольный как бы потратили деньги уже хоть кейс можно будет использовать для чего-то перфоратор скорее всего пойдет под мусорку а кейсом еще можно пользоваться хоть один какой-то будет у вас плюс далее вот это у меня оригинал а вот это у меня подделка и вот эта подделка она прям блин очень хорошая подделка если мы если мы посмотрим на чемодан вот здесь кажется здесь вот эта надпись но надо сверху наклейка наклеена но такое ощущение здесь наклейка именно только буквы наклеены на пластик а здесь именно наклейка большая синяя буквы здесь на нем напечатаны на оригинале то есть чтобы понимали должны будут должна быть именно такая наклейка это первый момент второй момент вот эти вот ручки на них должна быть надпись макита видите здесь есть надпись макита потом ручки ну видно наконец чуть-чуть он сделан похуже наклейка серийным номером у макиту всегда клеится сбоку но здесь сделано наклейка она как реально как настоящая более того серийный номер на наклейке должен совпадать с серийным номером на инструменте примеру здесь у нас 426 327 2 и если мы откроем а здесь уже 468 851 7 то есть уже серийные номера не совпадают ну вам конечно прочешут такую информацию ну это была раскомплектация просто чемодан у нас валялся от одного инструмента мы продали без чемодана поэтому вот такая ситуация да может быть такая ситуация но стоит задуматься что скорее всего подделка не надо вестись на эту информацию точно так же и с бумажными коробками серийный номер на бумажной коробке должен совпадать серийным номером инструмента более того еще и в инструкции есть наклейка серийным номером еще у нас есть с краю наклейка тоже вроде бы почти одинаково но здесь краска чуть темнее и здесь она ламинированная здесь не ламинированная на подделке но серийные номера наклеек прямо те же самые то есть они полностью скопировали наклейку то есть что я хочу сказать очень так сказать добротная копия поэтому большая вероятность что человек поведется и подумать что это оригинал а на самом деле это подделка возможно просто она хорошая качество пластика даже он конечно может и хуже хотят блин и до проваливается здесь пожестче и третий момент третий момент видите на этом чемодане на оригинальном имеется стяжка да конечно можно и на этот чемодан стяжку надеть такие стяжки свободной продажи есть но что означает эта стяжка я не знаю может быть после этого ролика все китайцы начнут эту стяжку себе ставить но это стяжка означает что данный инструмент после завода как только укомплектовали собрали закрыли чемодан и на заводе эту стяжку поставили и больше в этот чемодан никто не заглядывал не в москве в компании makita он просто пришел туда на склад на пушкина и уехал магазина с магазина уехал к покупателю либо сразу со склада ну кому как здесь кстати нигде не указано а вот здесь есть вот такая наклейка и кстати давайте с этим сравним вот изготовитель makita европа с а россия казахстан если мы посмотрим на эту наклейку но тут чуть-чуть разные комплектации видите здесь наклейка идет от комплектации с этими с комплектом буров но надпись вот это тоже наклейка как и здесь это белая сверху наклейка здесь она хоть чуть поменьше в надписи полностью скопированы то есть подделка прямо очень хорошо сделано так вот я не остановился на стяжке стяжка да говорит о том что на инструменте и муха не сидела но скажу вам так если вам пришел перфоратор без этой стяжки ничего страшного например тот же магазин искра или папа карло перед отправкой покупателю они вскрывают товар вставляют в розетку проверяют работает он или нет ну они там не прям долго не просто там включил вперед-назад реверс проверили три режима проверили на холостую и все и некоторые такие как папа карло например они даже снимают на видео как они это проверяют и как потом упаковывают товар перед отправкой потому как помимо того что есть недобросовестные продавцы также есть и недобросовестные работники маркетплейсов которые вскрывают товары там чего-нибудь делают воруют и прочее и для того чтобы сто процентов убедиться что товар был отправлен целый и нет вины продавца вот приходится заниматься вот такими вещами и конечно же к вам если они открывали и проверяли стяжки уже это не будет и поэтому как бы обращать внимание на эту стяжку особо не стоит просто такая небольшая информация если стяжка есть скорее всего вам повезло это вообще 0 вы первый владелец кто будет смотреть ладно давайте и вскроем и начнем комплектации смотреть уже что внутри все ножи просто отсюда вынес старые советские кусачки и так сейчас смотрим комплектацию оригинального перфоратора макита 2470 внутри инструкция да я вам кстати сказал что на x на инструкции серийный номер должен быть а его тут нету они ошибаюсь я неправильно сказал не на инструкции она вкладыши инструкции вот он 690 а тут не конкретно серийный номер а от до вот это сертификат получается и серийные номера которые идут здесь у нас 691 644 вот он как раз между ними попадает а на перфораторе должен совпадать серийник с чемодановским 691 644 все совпадает буква к буква к означает что сделано в китае ну что у нас инструкция вот приложение конструкции и сертификат соответствия потом ограничитель и все больше внутри здесь нет ничего кроме самого перфоратора вот такой шнур у него одна наклеечка и вторая серийным номером теперь давайте возьмем для сравнения вот эту хорошую копию оригинала что у нас здесь скрываем ну да здесь если посмотреть отсюда сразу видно тут как-то криво здесь не до конца штырь вставлен потому как здесь облой не убрали она не скорее всего не полез этот штырь ну видно сразу что качество чемодана хуже оригинала мягче он весь когда мы открыли начал играть совсем вот кстати чек куплен он на зоне за 5200 рублей 4 декабря 23 года и продавец геворгян репсиме араиковна и п смотрим инструкцию инструкция как сказать она конечно другая но тот кто ни разу как говорится не открывал настоящую инструкцию может подумать что здесь все нормально то есть она на русском языке есть все подробные картинки все рисунки и создается впечатление он не знающего человека что это оригинал но на самом деле это отнюдь совсем не оригинал теперь смотрим дальше набор буров у макиты есть такой же набор буров но он отличается если вы загуглите картинку посмотрите он будет но немножко другой то есть туда же и буры поддельные естественно потом смотрим ручку видите какой блин облой на ручке не обрезана сейчас оригинала сниму оригинал ведь к четко прорезиненная четко крепление нет надписи макита почему то есть кстати здесь ограничитель беленький вот он оригинальный ограничитель и поддельный чуть чуть короче сам перфоратор во первых вилка вилка типа копии бошевской уже говорит о том что эта подделка на оригинальной маките которая поставляется в россию у нас вот такая вилка европейская но это тоже европейская но я имею ввиду вот без этой вот штуки шнур толще на оригинале ведь он толще и мягкий но здесь тоже мягкий но потоньше скорее всего и размер шнура будет разный давайте я размотаю стяжка здесь обычная у оригинала замотана на проволоку специальную специальному цвет отличается у перфораторов смотрим размер вот поддельный уже кончается оригинал еще угу угу еще метр целый на метр длиннее далее идут переключатель скоростей видите стрелочки такие тоненькие белой полоски нет здесь прям четко так переключается здесь же чувствуется что что-то не то выключатель намного мягче нажимается и жестче здесь четко работает тут зажали здесь же бы попасть надо с усилием сразу видно что что-то не то наклейки давайте посмотрим кстати вот эта наклейка по моему раньше такие были наклейки она как-то больше внушает доверие когда показывают эту наклейку все думают что это подделка на самом деле это оригинал а вот это подделка хотя по моему на старых перфораторах вот была такая наклейка по серийнику тоже скопирована очень хорошо но здесь видите она блестит слева то есть ламинирована но этот со временем ламинированный слой оторвется здесь вот есть косячок видите большой пачке наклейка не брали и вот этот лень было оторвать и выкинуть это очень сильно палит в оригинальном заводе такого не допустят такого китайца сразу выгонят давайте корпус редуктора смотреть оригинал есть надпись макита не оригинал нет надписи макита плюс здесь счет тп и типа какая обрезине обрезинка это здесь ничего нету цвет видите различается резинки этой здесь темно-серый здесь светло-серый опять же видно как очень плохо прокрашена как переключается но по поводу как переключается зависит от того каком положении стоит она именно оригинально может туговато быть даже переключатели чуть отличаются и патроны есть такая темная резина и серая ну в принципе а и на не оригинальной версии хоть он называется у них makita hr 2470 но они почему-то делают ее как будто она 2470 ft по моему ну короче с подсветкой видите здесь подсветка есть на оригинале на простой подсветки конечно же не будет это нужная версия по моему ft называется у у того перфоратора есть подсветка ладно и давайте посмотрим третью копию третья копия если это еще я вам скажу я уже их просто рассматривал более-менее копия я еще потом покажу почему здесь тоже видите должны быть надпись и макита их нет скрываем а здесь мы видим нашу любимую инструкцию которые которые кладут китайцы вот эти все наборы шуруповерты которые дешевые если мы видим вот эту инструкцию литий-ион с молнией все сразу 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 сдавайте этот инструмент даже не берите неважно аккумулятор здесь общая инструкция для всего он для пилы цепной для дисковой пилы для дрели это вообще бред где это куплено это значит 4954 волберис волберис и нн продавца все нули то это москва подольск здесь вообще смотрите какая шикарная комплектация перчатки вы видели они положили перчатки и вообще не говорит где-то оригинал стопроцентный оригинал если перевести наверное макита написано перфоратор в пакете был просто уже распаковывали здесь шикарный набор буровый пик почему в оригинальную не кладут это же шикарно есть сразу и зубило и пика и сверла то есть китайцы переиграли потом ручка вообще нет надписи макита никакой сразу выиграли нет надписи нет облоев в очередной раз китайцы переиграли ограничитель точно такой же как и в той подделки одинаковый ну и сам перфоратор протор какие-то такое ощущение что легче намного сравниваем смотрите а в этом уже переключатель нарисовали беленькую линию да кстати смотрите еще момент здесь макита это надпись часть вот этого корпуса и покрашена то на этих но видно что это здесь уже в россии отдельно приходит надпись и они и просто вставляют но опять же палец цвет другой серый должен быть темно-серый наклейка вообще какая зря и приклеена вверх ногами а ну вот он здесь они хотя бы написали правильно f вот он hr 2470 f и фонарик тоже есть ну и сбоку наклейка такая же как на этой подделки из особенностей тоже нет надписи макита здесь вот теперь давайте я сейчас их все включу и вы увидите их уже включал просто блин здесь шнур вообще по-моему еще короче подделки тоже на стяжке давайте замерю этот шнур с подделкой идем 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 о покончился вот он кончился вот у этой подделки еще ну чуть меньше метра то есть здесь совсем сэкономили на шнуре короче видите даже подделки бывают разные вот прям совсем хрень хрень и перфоратор есть включили и давайте нажимать и смотреть как триггерный выключать и видите можно медленно выключить так теперь берем версию чуть похуже которая надо енотой кстати реверс арик работает работает и последнюю версию которая легче всех а здесь нет плавного пуска то есть смотри я нажимаю а не есть показалось мне на реверсе как-то вообще странно работает а вот видите и нету короче выключатель уже поломанный какой-то сейчас есть это вот почти до конца нажал он молчит короче из коробки уже проблема с выключателем ну и предлагаю каждую версию взвесить вот это которая самым коротким шнуром 2 715 вторая версия что-то у нас висы виснут что за фигня да тоже 2 700 все взвешиваю без шнура 2 740 ну кстати примерно также и оригинал мне вес у них одинаковый ну вот такие основные отличия перфораторов которые я вам сейчас показал не попадайтесь на недобросовестных продавцов покупайте только оригинальную продукцию далее я сниму еще два ролика про эти перфораторы мы их полностью разберем как я люблю со всеми артикулами сравним вообще каждую запчасть просто буду показывать рядом три запчасти отличаются они чем-то или не отличаются ну и четвертый точнее третий ролик будет про то и я ими поработаю посверлим различными бурами и сравним ну а на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока а и Субтитры создавал DimaTorzok